Всем привет! И сегодня я хочу записать видео, необычное такое, для моего канала. Я в последний раз, по-моему, снимала такое видео года полтора назад. Мы с вами всегда говорим о трендах, которые стоит попробовать в жизни, которые стоит носить. Это такие носибельные тренды. Я всегда о них рассказываю в своих видео, но как-то я никогда не задеваю тему трендов, которые носить, возможно, не удастся в обычной жизни, которые абсолютно не повседневные, не носибельные. Это такие тренды для фотосессии, это тренды из высокой моды. В общем, если вам интересно, то, конечно же, оставайтесь. У меня есть несколько пунктов, которые я хочу с вами обсудить, и вы обязательно напишите свое мнение об этих трендах. Стали бы вы носить такое в жизни, или вы тоже считаете, что это слишком для повседневности. В общем, поехали! Итак, первый тренд 2020, который, как я считаю, абсолютно не носибельный в жизни. Это не повседневный абсолютно тренд, но он может подойти для каких-то выступлений, например, для звезд, для артистов. Это что-то такое не на каждый день, не для обычных людей. В общем, этот тренд на такую новую, скажем, сексуальность, как ее называют, это когда вы можете носить практически нижнее белье уже. И, конечно же, дизайнеры предлагают носить это нам в обычной жизни. То есть, для самых смелых этот тренд, конечно же, преподносят как то, что можно носить в повседневности на какие-то вечеринки, там на какие-то выходы важные в вашей жизни, типа на день рождения и так далее. Но я считаю, что тренд на нижнее белье, на супер-супер прозрачные вещи, на колготки одни, только с топом вверху, это абсолютно тренд не для повседневности. А здесь все-таки нужно думать о своем личном комфорте. И не все люди адекватно могут отнестись к такому супер откровенному наряду, поэтому иногда это для вашей жизни может быть опасным. Вот, что я хочу сказать. Поэтому, как вы думаете, вот все эти тренды на лифчики вместо топов, на супер-прозрачные вещи, на супер-прозрачные платья, на одни колготки сверху, вот как вы считаете, это носибельно в жизни? И стали бы вы такое носить просто в повседневной жизни, или все-таки это немножко слишком уже? Этот тренд, кстати, не случайен. У этого тренда есть определенная идея, и заключается она в том, что женщинам всегда говорят, что нужно закрывать свое тело, что что-то может смотреться, например, вульгарно, или откровенно, и так далее. Этот тренд такой достаточно феминистичный, и он направлен именно на то, чтобы женщины могли показывать свое тело, неважно, сколько у них будет кожи открыто. Этот тренд, он направлен именно на то, чтобы снять все ограничения с женщин. Но я все-таки считаю, что для меня, например, это слишком. Я не готова настолько показывать свое тело. И не потому, что я считаю, что меня общество поставило в такие рамки, просто для меня лично это немножко too much, поэтому вот как для вас. Следующий тренд тоже 2020, это такие супер облегающие, практически как вторая кожа, комбинезоны с анималистичным принтом. Я считаю, что этот тренд, опять же, не повседневный, но он очень круто может смотреться в таких ситуациях, когда, например, у вас какая-то тематическая вечеринка. Вот этот тренд уже может смотреться хорошо. Также он, опять же, подойдет для каких-то выступлений, для красноковровых дорожек, то есть для таких ситуаций, когда, в принципе, это уместно. Но для повседневности, я думаю, мы не можем в таком комбинезоне выйти, например, куда-нибудь на улицу, и это не будет смотреться повседневно, обычно на работу так не пойдешь, на учебу так не пойдешь. Поэтому вот такие вещи остаются открытым вопросом. Куда же их все-таки носить, хотя дизайнеры, хотя дизайнеры, в принципе, предлагают их в повседневной жизни носить. Вот что вы тоже думаете о таком тренде? Мне нравится, в принципе, как смотрятся подобные вещи, они классно подчеркивают фигуру. В каких-то определенных случаях это действительно может быть уместно. Плюс, анималистичный принт это тренд классический уже, особенно леопард или зебра, это уже такие классические принты, которые никогда не выйдут из моды, но в подобном сочетании, мне кажется, это может смотреться немножко агрессивно, и опять, возможно, вас могут неправильно понять. Вот и все. Следующий тоже странный достаточно тренд, на мой взгляд, не очень удобный для жизни, неносибельный. Это необычные оригинальные головные уборы. Это различные шляпки, шапки рыбака. Это какие-то огромные вытянутые шляпы-котелки. Это суперобъемные шляпы. Это шляпы в виде перьев. Это балаклавы различные. То есть самые необычные головные уборы, которые, опять же, дизайнеры предлагают нам носить в последней жизни. Также к необычным головным уборам я могу отнести шляпки с вуалью. Вообще, все тренды, которые мы с вами сегодня обсуждаем, это тренды, которые отлично подойдут для какой бы то ни было фотосессии. Вот на фотографиях это будет смотреться нереально красиво. Так вот, шляпки с вуалью тоже нам предлагали носить в повседневной жизни. И вуаль вообще в целом могла быть не только на шляпках, она могла быть вообще на чем угодно, то есть вуаль на вашем лице. Тоже тренд неоднозначный, но для фотографий 100% подойдет. Напишите мне, стали бы вы носить какие-то оригинальные головные уборы из тех, что я вам сегодня показала на фотографиях, уместно ли это для жизни. Потому что, на мой взгляд, это даже не очень удобно, а с какой-то огромной шляпой вытянутой садиться, например, в машину или еще куда-то. Ну, как-то странно. Шляпы обычные, да, конечно же, но то, что уже выходит за рамки такой повседневности и базовости для меня является неносибельным в жизни. Следующий тоже, на мой взгляд, странный тренд – это микросумки. Мы с вами о нем говорили уже в одном из видео про тренды лета, что микросумки – определенный тренд, но как какой-то практичный тренд его, конечно же, нельзя рассматривать, потому что микросумка – это аксессуар определенный, это аксессуар, которому нужен еще какой-то аксессуар, в который вы можете что-то положить. По сути, это позиционируется как сумки, но вы не можете взять с собой ничего, кроме ключей, которые туда могут войти. Поэтому тренд неоднозначный, и поэтому можно его рассматривать только как дополнение к каким-то еще аксессуарам в вашем образе, но не как самостоятельный аксессуар в виде сумки и так далее. Надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю. Ну, в общем, напишите тоже, как вам такой тренд. Итак, микросумки сейчас, в принципе, носят на шее, на таком, знаете, на такой веревочке, как мы раньше телефоны носили на шее, на веревочке. Их иногда даже повязывают на руку, как какой-то браслет, или там на ногу, или еще куда-то. То есть это такое дополнение, как карман, или как что-то подобное, но не как самостоятельная вещь. Поэтому напишите ваше отношение к микросумкам. Следующий тренд, вот на мой взгляд, самый неносибельный в жизни из всех – это закрытое лицо. Это когда ваше лицо полностью закрыто чем-то. В связи, кстати, с вирусом в мире, со всем вот этим этот тренд может стать массовым. Потому что сейчас мы все носим маски. И маски, кстати, я замечаю, становятся все красивее, ярче. Это становится уже неким аксессуаром. И я думаю, что этот аксессуар, он теперь будет с нами очень долго. Маски будут носить все, всегда и везде. Поэтому можно сказать о том, что маска станет аксессуаром. Поэтому тренд на закрытое лицо, он, в принципе, может стать массовым. Потому что начнут носить какие-то полностью закрытые, например, шапки или что-то такое, что надевается на лицо, где будут открыты только глаза. Но мы говорим о тренде, в котором и глаза закрыты. Поэтому, опять же, это только для фотосессии, это только для подиума, это только для, не знаю, для каких-то ситуаций, когда вы хотите апатировать публику. Вот именно тогда этот тренд может быть уместен. Но в повседневной жизни я думаю, что он адаптируется как маски. Маски для лица, которые будут, например, с вышивками, будут разных цветов, которые будут подбираться в тон к образу. Я в этом, на самом деле, не вижу ничего плохого. Это единственное, что мода и модная индустрия сделают на этом еще раз деньги. На вирусе, конечно же, все начинают зарабатывать уже сейчас, начинают продавать эти маски втридорога. И, учитывая обстановку, начинают выставлять это все как какой-то модный аксессуар. Поэтому напишите тоже ваши отношения к этому. Я считаю, что это, наверное, немножко неправильно. По крайней мере, пока вопрос с вирусом стоит так остро. Следующее – это очки-маски. Тренд, наверное, прошлого года, может быть даже позапрошлого – это такие широкие-широкие очки в виде, знаете, масок, которые обычно там надевают строители или, ну, в общем, какие-то люди, которые работают со сваркой и так далее. В общем, это очки-маски. Очки, которые закрывают практически все ваше лицо. И я считаю, что этот тренд, опять же, для фотосессий отлично просто подойдет, для фотографий в Инстаграм, для каких-то луков, которые собираются быть на красной ковровой дорожке, но для обычной жизни это тоже может немножко быть странным. А эти очки-маски, наверное, на мой взгляд, не очень даже удобные, потому что они достаточно большие, закрывают полностью все лицо. Если у вас есть какой-то макияж, они 100% оставят вас полностью отпечатки на вашем лице. Но как-то это немножко странновато. Хотя очки – это не какой-то элемент гардероба, а это аксессуар просто. Аксессуары, в принципе, могут быть какими угодно странными, кроме микросумок, потому что они все-таки непрактичные просто. Так, в целом, это аксессуар, который вы можете носить в жизни. Так же и очки, но, на мой взгляд, они мало кому подойдут, мало подо что подойдут, и, конечно же, будут притягивать на себя все внимание в вашем образе. Следующий странный тренд – это обувь с глубоким вырезом. Это туфли с глубочайшим вырезом, с вырезом которого практически, знаете, нет, ваша нога полностью уголяется. Почему этот тренд не носибельный и странный? Потому что он неудобен. Как вы будете ходить в таких туфлях, из которых у вас, скорее всего, будет все время вываливаться нога, потому что она практически ни за что не держится на вашей ноге. не очень удобно, не очень практично, хотя имеет место быть в обычной жизни, если, например, вам не нужно много ходить, если вы просто сидите где-то, и вам не нужно совершать огромное количество шагов. Тогда, возможно, это сможет стать для вас чем-то интересным, оригинальным и новым в вашем образе, но, на мой взгляд, это все-таки немножко неудобно. В каких-то моментах это может смотреться даже не слишком красиво, потому что на каких-то ботильонах, на супер закрытых туфлях вот этот вырез, он может ногу некрасиво оформлять и обрамлять. Следующее это латекс. И латекс, кстати говоря, имеет место быть в обычной жизни, но не когда вы полностью облачаетесь в латекс, когда у вас и верх вот этот латексный, и низ, и еще там сверху что-то. То есть тотал латексные луки могут быть неуместны в повседневной жизни, в то время как, например, если вы какую-то водолазку решите добавить такую, или леггинсы, это еще может смотреться неплохо, но, опять же, в сочетании с максимально-максимально базовыми вещами, абсолютно нейтральничными, потому что латекс это очень ярко. Неважно, в каком он оттенке, даже если это будет черный или бежевый, или супер, не знаю, нюдовый какой-то цвет, все равно это очень яркая вещь, которую нужно максимально успокаивать. Эта вещь даже ярче, чем юбка в пайетках, вот настолько, потому что она может смотреться, опять же, гиперсексуально. Ее нужно успокаивать и очень грамотно внедрять в свои образы повседневные, но тотал луки, я думаю, что, скорее всего, это, опять же, что-то такое для подиумов, для красных ковровых дорожек, для каких-то светских раутов, но не для повседневной жизни. Напишите, как вам такой тренд, я думаю, что это похоже на кожу. Кожа все-таки не смотрится так откровенно, потому что кожа настолько не обтягивает, у нее не такой облегающий силуэт, потому что кожа это более плотная фактура, в общем, напишите тоже ваше мнение по этому поводу. Следующий странный тренд, тоже, на мой взгляд, не слишком носибельный, это безумные платформы. Безумные платформы могут быть разные, с какими-то узорами, вырезами, с вышивкой формы у них может быть абсолютно разная и супер странная. Тоже не очень удобно для повседневной жизни, потому что эти платформы чаще всего невероятно высокие, и плюс ко всему они еще бывают украшены как-то, что тоже мешает их спокойно вписывать в ваши повседневные образы. Плюс ходить на таких супервысоких платформах в обычной жизни не слишком удобно, если особенно вы живете в каком-нибудь маленьком городе, где дороги достаточно, ну, такие побитые, побывалые уже, короче, потому что я жила раньше в маленьком городе, у меня дороги были ужасные везде, просто не то, что на таких платформах ходить было невозможно, даже на каком-то маленьком каблучке устойчивом было невозможно проходить. Так что тренд тоже абсолютно не повседневный. В общем, надеюсь, что это видео было для вас интересным, оно вам понравилось, такое, знаете, лайтовое, мы просто с вами обсудили странные тренды, буду ждать ваше мнение в комментариях, подписывайтесь на канал, увидимся очень скоро, всем пока-пока!